В чем отличие органического земледелия от обычного классического? Чтобы вырастить чистую органику, требуется колоссальное количество усилий, внимания и времени, но получается супер чистый продукт, которого нет в магазинах. Я хочу такие помидоры кушать, и поэтому этим занимаюсь. Ну, с виду обычный помидор. По экономике действия тепличного комплекса посадить можно один, но в среднем за сезон гарантированный сбор урожая идет 4 кг. У нас продукт уникальный, он идет действительно без химии, без обработок, без гормонов роста и так далее. В чем отличие органического земледелия от обычного классического? В том, что при выращивании овощей не используются ядохимикаты, которые необходимы для выращивания овощей в больших объемах. И вот, ну, просто многие не знают, ну, я думаю, что мало кто знает, что овощи, которые продаются у нас на рынках и магазинах, они выращены на химии. Дальше будут высаживаться томаты. Вот, и это продукция органического земледелия. Это супер уникальный продукт, которого нет в магазинах. Ну, нет от слова вообще. Потому что все, что продается в магазинах, это продукция классического земледелия, при котором используются гербициды, пестициды и всякая другая химическая продукция, которая способствует увеличению роста, ну и вообще, в принципе, выращиванию, необходимо для выращивания овощей в больших масштабах. Для того, чтобы вырастить чистую органику, требуется колоссальное количество усилий, внимания и времени, но получается супер чистый продукт, которого нет в магазинах. Ну, просто нету, потому что никто этим не занимается, потому что это сложно сделать. Получаются небольшие объемы, ну и как-то особо никто об этом, ну, не то чтобы не думает. Просто выращивают обычную органику. Вот этот продукт, я хочу вот такие помидоры кушать, и поэтому этим занимаюсь. Но, конечно, это не такие объемы, которым можно было вырастить, используя химические добавки при выращивании, ну и при обработке земли. Основным удобрением для выращивания используются сидираты, которые высаживаются, потом перепахиваются, и они, собственно, являются удобрением. Ну, вот с виду обычный помидор. Но только с виду. А по составу, точнее, потому что если замерить метраты и все остальное, все остальные показатели, то это будет помидор, сильно отличающийся от помидора, который можно купить в магазине, либо на рынке. Даже на рынке, который якобы выращивается в теплицах, либо на открытом грунте, фермерами. Но фермеры в большинстве своем используют пестициды, химикаты и все остальное проще для того, чтобы это можно было вырастить, и это росло в больших объемах, ну и отпугивало вредителей. Поэтому вот такие томаты, они, по сути, уникальны по нашему времени, потому что такие сейчас мало кто выращивает. Ну и они прекрасные, потому что они выращены на органике. Такие вот чудесные помидорки. В экономике действия тепличного комплекса. Одна тысяча квадратных метров позволяет высадить две с половиной тысячи кустов томатов или огурцов, без разницы. Значит, минимальный сбор с одного куста 4 килограмма, если мы рассматриваем томаты. Но опять же, я делаю акцент на том, что мы сейчас рассматриваем тот вариант, когда мы выращиваем именно органику. Это не на химии, не на гидропоника. Вот вопрос такой, это вот получается за год, это сколько получается? 4 килограмма гарантированная сбора томатов с одного куста. Если у нас две с половиной тысячи кустов... Это при единократной посадке? Нет, можно два раза посадить, можно один, но в среднем за сезон гарантированный сбор урожая идет 4 килограмма с куста. То есть 4 мы умножаем на две с половиной тысячи кустов, получаем 10 тонн гарантированной продукции, высококачественной, органической, с одной тысячи квадратных метров комплекса. Дальше экономика зависит полностью от того, по какой цене вы смогли ее реализовать. То есть в Москве органической продукции не просто мало, ее практически нет. В Москве продается, как правило, фермерский продукт. Я не могу сейчас говорить о качестве, потому что все качества отличаются, но никто не заявляет о том, что это органический продукт, выращенный без химии. У нас продукт уникальный, он идет действительно без химии, без обработок, без гормонов роста, и так далее, и так далее. То есть если это уже комплекс из 10 таких теплиц, то все затраты делятся исключительно на количество метров каждого совладельца. Ну понятно, чем больше, тем уже меньше. Да, не 30 тысяч рублей в месяц, а платишь все 3 тысячи рублей. И вот из этого складывается экономика, которая дает такую... Окупаемость. Окупаемость. То есть если мы вкладываем 4,5 миллиона рублей, это ее себестоимость, без покупки земли, полтора мы зарабатываем год, 30% это та средняя окупаемость, которую мы можем рассчитывать. То есть 3 года получается, когда мы уходим в ноль и дальше... Да, да. Ну опять же, я говорю, что все зависит от цены сбыта. Реализации, да. Да, то есть если у вас суперпродукт, вы смогли донести эту информацию конечному покупателю, продали дешевле, чем в Ашусе вил. Потому что по 600 рублей, да, не по 700, по 90, а по 400, то окупаемость будет полтора года. Быстрее играть. То есть все зависит только от качества продукта и только от степени реализации. Опять же, вы должны понимать, что у вас 1 тысяча квадратных метров будет приносить всего 100 килограмм в день. То есть, ну продать, допустим, для такого города, как Москва, 100 килограмм в день, для себя качественного продукта, это не столько... С 2 килограммов не повезешь в Москву за 600 километров. Да, я согласен, поэтому нужно много комплексов. Чем больше... Почему мы привлекаем инвесторов, почему мы заинтересованы в том, чтобы люди к нам вошли? Чем больше стоит комплексов, тем дешевле у нас себестоимость продукта. Мы собрали с 10 комплексов по 100 килограмм, загрузили в тысячу и отвезли. И получили чистую прибыль.